мы находимся в москве недалеко от мкада это дом я строю для своей семьи сейчас стадия финальной отделки вот уже три года как я занимаюсь непосредственно строительством своего дома идея строительство дома началась как обычно с мечты когда я еще был детстве я жил в квартире и были мечты наверно после просмотра каких-то фильмов о том что хорошо бы иметь свой дом с камином уютный большой 9 лет назад я построил небольшую баню и с тех пор я живу в бане съехал квартиры и окончательно убедился тем что я хочу жить в доме у нас садовое товарищество старого образца здесь очень узкие проезды очень маленькие участки и вокруг моих участков на соседних участках с положено деревянные дома не оставалось никакого выбора кроме как строить каменный дом то есть есть нормы которые говорят что между двумя каменными домами должно быть 6 метров между каменным деревянным 10 метров между двумя деревянным 15 метров поэтому вариант построить деревянный дом и соблюсти нормы у меня отсутствовал еще одна причина выбора как бы каменного дома по сравнению с деревянным это невозможность изменить легко внутреннюю отделку деревянного дома. То есть выбор, скажем, чем отделать стены деревянного дома, он ограничен. Можно покрасить или можно зашить какими-то отделочными материалами дерево, но тогда теряется смысл. Деревянный дом требует после строительства периода, который он должен постоять, осесть, усохнуть, то есть чтобы при отделке не возникало каких-то проблем. С каменным домом тоже, как говорят, должен немножко постоять, но этот период намного короче. То есть практически как бы ментально можно приступать к отделке. Выбор бригады для строительства – это важнейший этап строительства дома. Свою первую бригаду я нашел на форум-хаус, и мне очень повезло с бригадой. Но несмотря на все складывающиеся отношения, несмотря на качественную работу, я советую всегда обсуждать все детали заранее и очень скрупулезные, и договариваться в письменном виде. На этапе проектирования, опять же, хотелось получить дом, не похожий на квартиру. То есть есть дома, решение планировки которых не отличается сильно от квартир. Мне хотелось дом с большими пространствами, много света. Тем не менее, я отказался от решения, так называемого «второй свет», как неоправданного, увеличивающего расходы и поедающего площади дома. Вместо этого я сделал окна достаточно большого размера, но я также отказался от окон в пол. Этот вариант не очень удачен для нашего климата. Урине показалось, что здесь суглинок с достаточно низким уровнем грунтовых вод. Морозное пучение в этой местности присутствует. Тем не менее, я остановился на выборе мелкозаглубленного фундамента. Под этим домом выполнен мелкозаглубленный ленточный фундамент, расширяющийся подошвой у основания ленты. Для того, чтобы дом не ушел под землю под собственным весом, была создана подушка под лентой шириной 60 см. На этой подушке расположена лента высотой 1 метр. Дальше фундамент покрыт плитой, монолитной плитой. То есть у меня получается комбинированный фундамент. Ленточный фундамент мелкого заложения и как бы плита сверху. В качестве материала для стен я выбрал керамический блок поризованный, так называемый теплая керамика. В принципе, я не стоял в вопрос выбора. Для меня показался достаточно инновационный материал. Я почитал отзывы и решился строить этот блок. И сейчас не жалею. Я отказался сознательно от какого-либо утепления теплой керамики. В моем решении теплая керамика 440 мм. И как показал первый отопительный сезон, этого достаточно. Потому что теплопотери соответствуют расчетным. Выбор материала для фасада в итоге пал на кирпич. Я посмотрел иллюстрации и выбрал по наитию. Выбор пал на облицовочный кирпич баварская кладка. Для того, чтобы кладка получилась красивой, я выбрал белый шов. Также, для того, чтобы разнообразить фасад, чтобы он не оказался слишком скучным, я использовал планки, натуральное дерево, лиственницу. И натуральный камень, как вставки, подчеркивающие каминную трубу. В моем доме монолитное перекрытие между первым и вторым этажом. Это монолитная плита, залитая по месту. Так как доставить сборные плиты железобетонные сюда практически невозможно. Провода близко, работать к крану сложно. В качестве кровли я использовал финишное покрытие металлочерепица. Как оптимально достаточно покрытие. Тем более, на моем небольшом участке покрытие особо не видно на кровле. В качестве несущей конструкции стропильной я использовал LVL-брус. Дело в том, что у меня достаточно большие пролеты для стропил. И использовать стандартную доску обрезную не представлялось возможным. LVL-брус достаточно дорогое решение. Но это позволило сделать утепление 250 мм кровли без дополнительных брусков и увеличения высоты стропил. Мне хотелось создать уютный дом. И в моем представлении второй этаж должен быть и полноценным, и мансардным одновременно. То есть я хотел получить покатый потолок внутри дома. Для такой реализации были необходимы балки. Так как у меня пролеты достаточно большие, пришлось заказывать клееные балки. А так как я выбрал дом с мансардной кровлей, мне было несколько жалко пропадающего под кровлей пространства. И в части дома, в части второго этажа, я заложил комнату на третьем этаже. Это достаточно специфическое планировочное решение. И сегодня я бы от него отказался. Проектируя большие окна, я сразу думал о том, какие будут теплопотери. Современные стеклопакеты, конечно, развиваются. Я выбрал стеклопакет с двумя камерами и семикамерный профиль. Это достаточно стандартное решение на сегодняшний день. Использовал двойное напыление. С одной стороны, с внешней я использовал так называемое айстекло, чтобы предотвратить потери инфракрасного излучения из дома и уменьшить поступление солнечного тепла в жару. И с внутреннего стекла я использовал покрытие так называемое даблсильвер, двойное серебро. Тогда я проектировал, я советовался с друзьями, которые уже построили дома, читал отзывы. И общее мнение складывается, что балкон на практике в доме в нашем климате не нужен. Но мне хотелось. Балкон и одновременно он является козырьком над главным входом в дом. Также я запроектировал и построил к дому открытую террасу. Она построена из легкого материала на металлическом каркасе с деревянными подпорками под кровлей террасы, как навес. Для отделки цоколя я использовал термопанели с искусственной плитой под натуральный камень. Это уже готовое решение на экстразированном пельном полистироле, наклеена плитка. Это одновременно является утеплением цоколя и отделочным решением. Так получилось, что главный фасад моего дома выходит на северную сторону. И я не знал, как его украсить. Поэтому я сделал на крыше своего дома так называемую кукушку. В общем, это достаточно бесполезно в той функциональной точке зрения. Только ради дизайна. А для того, чтобы подчеркнуть ее снизу, отделка природным камнем. Кстати, интересный момент, что чтобы сделать природный камень в один уровень с кирпичной кладкой, в качестве подложки сделан кирпич, стоящий на торец, на ребро. Проживая уже несколько лет в деревянной бане, конечно, задумываюсь о пожаробезопасности. Так как я дома запроектировал камин и даже два камина в один дымоход, что не соответствует нормам. И я не могу рекомендовать так делать. Я выбрал самый надежный, на мой взгляд, вариант дымохода. Это керамический дымоход. Он возводился вместе с несущими стенами. Но впоследствии, уже выбирая оборудование для котельной, я убедился, что нет необходимости в реализации дымохода, тем более керамического, на этапе проектирования котельной. Современные котлы, современные газовые конденсационные котлы используют коаксиальный дымоход, который можно вывести через стену. Это намного дешевле и такие котлы экономичнее, чем котлы, использующие непринудительно естественную тягу. Вопрос стоял, в первую очередь, какой тип реализации отопления сделать. Ну, понятно, что это водяное отопление, есть лучевая разводка, на ней я остановился. Мне хотелось сделать максимально безопасную систему отопления в плане возможных протечек. То есть, поэтому, так как использована стяжка, я решил, что нужно минимизировать количество соединений в полу. Лучевая сухом разводки, она дороже, чем двухтрубная, но тройников соединений в стяжке нет. На участок организован трехфазный ввод электричества. Электрик смонтировал черновую разводку электричества таким образом, что все коммуникации убраны в стяжку. Это достаточно безопасно с точки зрения пожаробезопасности и комфортно. Никаких открытых прокладок нет. Я выбрал систему прокладки коммуникаций по полу. Достаточно сложным решением было совместить коммуникации электрики и теплого пола водяного в стяжке. Я выбрал такую схему. Я проложил сначала электрику в утеплителе, после чего на утеплителе уже были разложены специальные маты для фиксации труб теплого пола, и по ним организована цементно-песчаная полусухая стяжка. К сожалению, мне не удалось полностью избежать трещин в стяжке. Я думаю, что это моя вина, как нарушение технологии ухода. Достаточно быстро снял полиэтиленную пленку, из-за чего вышла влага, и стяжка в процессе высыхания немножко потрескалась. Но это не критично. Я допустил одну ошибку, как я считаю. В качестве внутренних стен я использовал тот же керамический блок порезованный. В этом нет необходимости, потому что внутренние стены не требуют снижать теплопроводность. Дело в том, что на эту колонну приходится нагрузка более высокая, чем несущая способность этой колонны. В результате мне пришлось укреплять ее металлической обоймой, что привело к дополнительным затратам. Я бы рекомендовал использовать внутри дома для кладки несущих перегородок полнотелый рабочий кирпич. В качестве внутренних стен перегородок, некоторых стен, я использовал рабочий кирпич. Цель была такая, чтобы я мог использовать это также и в интерьере. Я планирую оставить некоторые места рабочего кирпича, которые я смогу покрасить и декорировать. Это как кирпичную стену, как будто это старинная кладка. Если вам понравился ролик, подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать лайк. Если не согласны с тем, о чем здесь говорилось, дизлайк. И мы всегда рады обоснованным комментариям. Знать ваше мнение важно для нас.